здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня представляю вам видео обзор произведения портрет николая васильевича гоголя к сожалению сейчас я не могу вспомнить какому жанру относится данное произведение поэтому я напишу об этом в описании к этому видео также в описании к этому видео вы можете найти ссылки на обзоры других литературных произведений например николая васильевича гоголя мертвые души или евгения замятина мы два литературных произведения которые вы можете посмотреть эти обзоры перейдя по ссылке в описании а в этом видео хотелось бы поговорить о портрете гоголя в чем сюжет этого произведения есть молодой художник который то ли заканчивает обучение в художественной школе то ли уже закончил и начал самостоятельную деятельность но он еще только начинающий ему еще предстоит многому научиться однако его тревожит бедность то есть он настолько беден что постоянно думает о том как заработать деньги и вот это его бедность приводит к тому что он находится на грани того чтобы его выселили из квартиры однако в какой-то момент он идет на какую-то выставку и покупает это было спонтанная покупка он отдает последний там по моему два рубля а и покупает портрет портрет какого-то мужчины столом старика и он этот портрет он видит что этот портрет не закончен он не знает почему так и он приносит этот портрет в дом и уставший он думает о том как ему заработать денег чтобы заплатить за аренду жилья он уставший измученный душевная он ложится спать и видится что из этого портрета выходит человек которым который изображен на этом портрете и протягивает ему мешок с деньгами там тысяча червонцев в этом мешке мешочки мешочки и тут этот художник слышит стук в дверь он просыпается открывает дверь а там хозяин квартиры с требованием погасить долг за жилье и происходит спор и каким-то образом во время спора этот художник толкает картину и из нее вываливается этот мешок с деньгами художник расплачивается этими деньгами с хозяином квартиры тут же съезжает с этой квартиры забирает вещи в том числе портрет деньги и все лица в другом месте и вот он хотел совершенствоваться в своем мастерстве пройти еще какие-то дополнительные курсы художественного мастерства чтобы стать достойным великих художников но его переклинивает причем его переклинивает очень сильно из-за того что у него появляется вот эти халявные деньги непонятно откуда-то с неба свалившиеся и он пускается в мотовство он селится в очень дорогую квартиру он покупает дорогие вещи одевается с иголочки ходит по разным баром давайте так трактиром попали да по современному баром рестораном вращается в высшем обществе при этом забросив совершенствоваться в художественном мастерстве и он дает объявление о том что он делает портреты портреты людей и к нему приходит первый заказчик заказчица приводит дочку девочку и художник набрасывает первые первые скажу так мазки с этой девочки отпускает и он понимает что он не помнит образа этой девочки он по памяти рисует портрет когда заказчики приходят забирать то вот эта мама этой девочки она в бешенстве потому что портрет не тот но художнику удается замять этот скандал он продает одну он взамен этого портрета который он не не умеха не нарисовал он отдает одну из своих картин которые он рисовал когда учился на художника который он рисовал до этого ну как описывает гоголь что картины были достаточно хорошего уровня но для того чтобы подняться на ступень выше в художественном мастерстве то есть у него были огрехи в в мастерстве в изобразительном искусстве в своем и эти огрехи можно устранить путем образование дополнительного то есть если допустим он а закончил художественную школу то дальше может было поступить в мастерскую какого-то известного художника который передал бы свое мастерство этому молодому художнику так потом гоголь сравнивает вместе с ним на курсе учился еще один художник и он поступил именно так как хотел главный герой то есть он уехал вот этот вот скажем так однокурсник он уехал в италию как-то нашел денег собрался там и учился у великого мастера и когда вот этот приехавший из италии бывший однокурсник главного героя показывает свои картины то этот главный герой он видит что он потерял время не на то что вот эти деньги его развратили и он не туда их потратил то есть он мог вот на эти там сколько у него получается 10 тысяч рублей по тем временам это огромная сумма тому же это в золотых червонцах это огромная сумма то есть он мог спокойно собраться поехать в италию поселиться там жить за свой счет и даже не только в италию вот прожить в италии получить допустим образование у одного художника потом поехать в францию там обучиться и так далее посетить все скажем так значимые для художника школы обучаясь там при этом ему не нужно было дополнительно поработать где-то чтобы зарабатывать деньги потому что они у него были и это первая часть портрета а вторая часть портрета рассказывает там о том а собственно откуда появился этот портрет появляется то ли сын не помню то ли внук одного довольно известного художника и он ищет вот этот портрет потому что его предок ну буду считать в этом отзыве что это сын и отец но на самом деле я не помню так вот отец который нарисовал этот портрет к нему однажды пришел то ли купец то ли расставщик то ли еще нужно как кто-то связанные деньгами и попросил нарисовать портрет и отец взял эту работу взял предоплату и начал рисовать но получилось так что для того чтобы рисовать этот портрет этот заказчик должен был приходить к этому художнику для того чтобы рисовать как можно более точно какой-то момент не получилось закончить этот портрет и он остался и в какой-то момент этот портрет исчез таинственным образом и вот отец говорит сыну найди этот портрет и уничтожь потому что он нехороший и все кто встречался с этим портретом говорят что самая противная часть у этого портрета это глаза то есть как вот у того довольно именитого художника получилось изобразить эти глаза у портрета никто не знает но именно вот из-за этих глаз этот портрет навевает ужас страх и этот вот сын именитого художника приезжает в город попадает на опять же уголь рассказывает историю возникновения портрета про колонну и так далее не 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 буду я сейчас про этот заострять внимание на этом и этот вот сын приезжает ищет портрет приходит на аукцион где этот портрет продает а вот этот незадачливый художник он его все-таки решил в конце концов продать и он выступает этот сын с речью где рассказывает полностью предысторию этого портрета полностью ну который я сейчас вкратце изложил и говорит что отдайте мне портрет бесплатно я его уничтожу потому что он никому хорошего не принесет и не принес и в тот момент когда речь он оканчивает он оборачивается чтобы забрать этот портрет а портрета нет он исчез снова куда он делся кому он еще будут вредить непонятно и я прочитал этот это произведение наверное три нет она не 3 4 или 5 лет назад я это прочитал я его раньше не читал портрет гоголя и вообще не знал что это такое что есть так то такая книга а потом я посмотрел не помню в каком году весной восемнадцатого или весной девятнадцатого года не помню можно посмотреть в интернете когда вышел этот фильм я посмотрел фильм про микеланджело или не фильм называется грех и вот в этом фильме грех скульптор он мечется между двумя кланами в италии между двумя кланами между папским кланом то есть кардиналом и одним из кардиналов папы и между другим заказчиком который противостоит кардиналу и скульптору по моему это был микеланджело не могу я сейчас вспомнить я напишу вот здесь и здесь поставлю фотку с постера к фильму и и скульптор мечется и берет деньги и от одного и от другого но у него в голове есть замысел что он найдет хороший мрамор и его хватит и на работу для папы для кардинала и для работу на другого заказчика но все оказывается совершенно по-другому не как он планирует и когда он находит мрамор он тратит пять пять лет чтобы найти каменолом договориться с рабочими которые будут эти куски огромные мрамора там по размерам он наверное два с половиной длиной на метр на метр такой такая глыба мрамора тяжелая и которую можно перевести вот из этого участка страны где находится каменоломня в то место где он будет делать статуи только морем а получается так такая ситуация что он соглашается сделать я сейчас точно сюжет не помню но смысл он соглашается сделать для папы договаривается что он поможет с этой каменоломней что это как каменоломня находится под влиянием папы и из-за того что он скульптор то что скульптор он договорился с папой он обещает что он не будет больше никому этот мрамор давать но он упертый этот скульптор и он и нашим и вашим то есть он такой думает что я сейчас возьму эту каменоломню пойду туда на рублю мрамора и я сделаю и для кардинала и для второго заказчика но не получается какой-то момент кардинал узнает что этот скульптор двушничает и еще и работает на на скажем так на противника кардинала на противника папы и он какой-то момент посылает человека сказать что все и скульптору закрывают выход к морю не дают ему вывести этот мрамор с ним прекращают работу на этой каменоломни полностью и то есть он остается без мрамора и для одного не может не выполнить ни один заказ ни второй а потом он стоит в конце вот этой всей эпопеи пятилетний он стоит рядом с этим мрамором который подвешен на на козлах на берегу моря стоит и хватаясь за голову говорит что я наделал думает об этом что я наделал я потерял пять лет когда я мог эти пять лет творить опять проблема денег и творчество то есть в портрете у нас художник который позарился на это нежданное богатство и профукал свою художественную карьеру не смог удержаться от соблазна и потратил деньги на на шмотки на на мотовство и в фильме грех опять же человека не смог удержаться от соблазна поработать сразу на двоих хотя достаточно было сотрудничать только с кем-то одним потому что что кардинал от папы были могущественные связи они бы достали ему бы и мрамор как такой нужно может быть чуть похуже и второй тоже могущественный все бы было у него нужно было просто выбрать за кого он а он все что-то колебался в результате потерял пять лет и он об этом очень сильно грустит уже под конец истории под конец фильма скульптора и находится в таком в неуравновешенном состоянии духа это был такой двойной отзыв два в одном одновременно и гоголь одновременный фильм грех но как бы они очень связаны вместе тематические и выводами они связаны друг с другом и интересно было проследить что но все-таки вот этот скульптор ну скажем так пусть микеланджело не помню я его он все-таки жил раньше чем гоголь сильно раньше и возможно что гоголь просто переначал его историю возможно это об этом мне не известно но все истории откуда-то берутся то есть из жизни ли из плетен ли и так далее спасибо за внимание это был отзыв и краткий обзор произведения портрет николая васильевича гоголя благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления на колокольчике все уведомления вы будете точно получать уведомления о новых видео сразу после их выхода и поставьте лайк поделитесь этим видео в социальных сетях и сделайте короткие короткие нарезки из этого видео это можно сейчас сделать на ю тубе желаю вам всяческих успехов и до новых встреч